Добрый вечер! Добро пожаловать в Ленинградскую область в 2024 год. Я любья едином, как известно, жив человек. Требуется еще и зрелище. Ну и тут, как следует, очень вовремя подоспел 14-й тур чемпионата России. И в гости в морозный Сосновый гор к местному «Динамо» из Ленинградской области приехал Кузбасс. И теперь посмотрим, чем ответит финал Каласи. «Скримов» в приеме. И сразу через центр сетки Константин Тушкевич по традиции играет. Артем Догонь набирает первое очко. Вновь «Скримов». На этот раз сетка здорово смягчила. Не забивает Бирюков из четвертой зоны. Споруху Спорухов на тройном блоке. Задняя линия атакует диагональный. И поверх блока практически проходит 28-й номер. Готовы заменить их. Остальные игроки здорово. Ну, без Дениса Черейского, мне кажется, Кузбасса этого сезона вообще сложно уже представить. Один из лучших блокирующих текущего розыгрыша чемпионата России. Минус три. И это уже заблаго выглядит. Маркин сверху обрабатывает подачу Дмитрия Каленковского. Ну, а в четвертой зоне Роман Пакшин. Один из главных активов. И самое главное, что это воспитанник кемеровского волейбола. И наутовасиев вновь за лицевой линией оказывается. И посмотрите, как по-разному этот круг подач провели и те, и другие. И сколько брейков есть в активе Динамо. Сколько их в активе Кузбасса. Один брейк кемеровчане нашли. Теперь при своей подаче они имеют плюс четыре. И серия подач не продолжится, поскольку забил Дмитрий Каленковский. И еще один фри-бол для Динамо. Денис Бирюхов уже вторую результативную атаку реализовывает с задней линией. Один по тайм-аутам. Тюшкевич будет выполнять еще одну подачу. Как тайм-аут сказался на нем. Но трос смягчает ее. И кемеровчане разыгрывают свою первую атаку с задней линии. Это Александр Маркин. 18-15. Достанет? Нет, не достает Константин Тюшкевич этот мяч. На какой линии сейчас находится связующий мы посмотрим. Но то, что он ничего не мог поделать с этим мячом тоже уже очевидно. Конечно, еще там абсолютно точно может себе позволить какое-то время подождать. Ждать долго не придется, ведь Литвиненко ошибается. Со второй попытки 25-20. Это итог первой партии. 1-0. Кузбасс впереди. Ну, статистика, которая у меня сейчас перед глазами, она предоставлена Максимом Битневым. Большое ему спасибо за этот статистик Динамо из Ленинградской области. Так вот, здесь цифры, которые я вижу. Отмечаем атаку Дмитрия Калинковского. Прием Динамо чуть лучше даже, чем прием Кемеровского клуба в первой партии. Голубев вновь в приеме. Могучая атака Романа Пакшина. Но тут на одиночном блоке. И совсем без проблем. Восьмой номер с этой ситуацией разбирается. И на одиночном блоке, в свою очередь, оказывается доигровщик Динамо. Тодор Скримов. 5-5. Не помеха, поэтому они часто попадаются в эту ловушку. Ошиблись в атаке гости. Тут же на приеме они не справляются. Отправляют мяч на сторону соперника. Но Атюш Кемич через наработанную связку с Артемом Доганем. Это Артем Догань. И его подача усиливает Артем. Ну, понятно, что с Кузбассом нужно поагрессивнее действовать. Достанется ли кому-нибудь атака. Достается на лутово силы. Чудом каким-то отзащищался Денис Бирюков. И, казалось бы, уже все в руках Динамо. В этом эпизоде чудесным образом сохранили они мяч в их игре. Тодор Скримов. Не повезло Александру Маркину. Блок его не закрыл. Он вышел как раз в стык между блокирующими в защиту. Но такая высота атаки получилась, что неприятно ему досталось. Прием Бирюкова. Через первый темп Кюшкеевич играет. Ну, так. Фантазийно себя повел Константин. Но Артем готов. Не получилось как таковой атаки. Как я уже говорила, у Динамо абсолютно столько же побед, но у них на одно очко меньше. Поэтому они на пятом месте сейчас. Атака Лобызенко. Не проходит. Повторная атака Кузбасса через Александра Маркина. Валентин Голубев в защите подтаскивает мяч. Динамо все еще на пути, чтобы заработать сетбол. Ну, и Денис Бирюков это делает атакой с задней линии. 24-18. Шесть попыток. На третий метр доводит Шишкин. Назар Литвиненко разыгрался в концовке второй партии. И своей атакой ставит точку в этом сете 25-19. Попытка укороченная. Ну, определенные сложности доставил он волейболистам Кузбасса. И у Егора Кречетова не так уж много вариантов осталось, кому передачу выполнять, а с порухов вводить мяч в игру. Подача на загляденье. Шишкин не справляется. Владимир не первый раз, надо сказать, в этом матче с приемом. Один из лучших либерочемпионата. Такая хорошая мужская силовая подача. А вот это здорово. Классный перевод уже в линейное направление от болгарского легионера. Бирюков, в свою очередь, с честью справляется с этой ситуацией. И Динамо зарабатывает четвертое очко. Сам же капитан Соснового горского клуба на подачу укороченный пакшен. Но в последний момент Роман все-таки с приемом справился. Ему было непросто. Такая фраза, конечно, универсальная. Можно ее просто говорить в определенный момент матча. И здорово. Как выглядеть это все будет. Как, например, вот эта атака Романа Пакшина под восьмым номером. Две восьмерки на табло. Голубев за спиной. Андрей Ткаченко у Егора Кречетова. Вот так вот сразу появился. Хотел увидеть от Петковича. То ли так и было задумано. Но это в любом случае ничего не значит. И совсем не интересует хозяев площадки. Назар Литвиненко и Эйс в исполнении молодого диагонального. Переднюю линию в подачу накручивает Маркин. Хорош в приеме. А этот мяч где? В площадке. Первый судья показывает, что мяч в площадке. 18-20. Алексей Лобезенко выполняет подачу Бирюков. Тянется в далеком приеме. Забивает Калинковский. И торопится на площадку Фанур Каюмов. Который как раз Калинковского и заменит. 24-20. Подача Константина Тюшкевича. Доводка Валентина Голубева. Первый темп и смягчение от Артема Гондоня. И Денис Бирюков, который очень хотел поставить подачу. Победную точку в этой партии завелся капитан Динамо. Делает это. 25-20. Итог третьего сета. Динамо впереди. 2-1 в этом матче. Кречетов ее автор. Бирюков доводит. И красивая атака в исполнении. Тюшкевича и Довганя. 1-0. Хозяева площадки впереди. Артем Довгань так здорово прижал. Он к боковой линии свою подачу. Валентин Голубев делал первое касание в защите. Этот мяч в площадке. Никто с этим не спорит. Первый арбитр также указывает на это. Ну и там, мне кажется, даже запасом мяч в площадке был. Тут, наверное, ненышним даже будет вспомнить, как Динамо сыграло против ОСК. Кстати, ОСК сегодня встречается, как я уже говорила, с новым Оренбойским факелом. Просто посмотрите счет первого сета. Так вот, Динамо выиграла 3-0. Входит, конечно, Динамоцам. 10-6. Казбас впереди. И вновь Скримову тот находит одиночный блок Романа Пакшина. Ну, тут прям есть некоторые вопросики. Есть они у Александра Клинкина. Очень нужный этот блок. Очень нужный очко для Динамо. Спарухов и почему-то практически на чистой сетке атакуют 28-й номер. Если будет повтор, посмотрим, как Денис Бирюков там оказывался на своей позиции. Блокирующего, я имею в виду. Что он прям по непонятной причине попал под блок. С другой стороны, может быть, было задание не ломиться, а в неудобной ситуации отыгрываться и скидывать. Ну, то что рассуждать. Давайте смотреть на защиту Дениса Шенкеля. Атаку Дениса Бирюкова и Александр Маркин. Какую красоту нам показывает. Здорово придумал Пакшин в первую зону, но не прошло. И все-таки Денис Бирюков. У Дениса Бирюкова далеко не всегда самая красивая статистика дня. Артем Догань и его подача. Перешел он на планер. Парухов на одиночном блоке в четвертой зоне без труда справляется. 15-9. Роман Пакшин. Ух, Владимир Шишкин. Убойная подача. Надо играть Константину Тюшкевичу. Потом будет возможность задать вопросы первому арбитру. Только через игрового капитана, разумеется. Психологически надавить. Именно в четвертой партии. Не ждать начала пятой. Кузбассу напротив, конечно же, надо, чтобы... Партия как можно быстрее закончилась, чтобы не дать поднять головы. Вот тут вот все самое банальное. И чтобы Динамо в таком состоянии оказалось и в пятом сете. Такая защита. Все безуспешно. 23-14. Хаос царит на стороне площадки, которая относится к хозяевам. У Кузбасса напротив все получается. Но так бывает. Когда его команда имеет 10 сетболов и уже, очевидно, выиграла эту партию. Смотрим. Так у Дениса Бирюкова. Выкидывал в аут. Да не выкинул. Ну и еще одна попытка. Красиво. Но было касание сетки. Это касание сетки было у Дениса Бирюкова. По мнению первого арбитра, Александр Клинкин не возражает. Итог четвертого сета. 25-14. 2-2 после четырех партий. И нас с вами ожидает тайбрейк. Денис Шенкель будет пытаться заменить его. Пока что Денис Бирюков набирает первое очко для своей команды в пятой партии. Доводка от Тодора Скрибова. Здорово Клинковский последним шагом уходит от своего блокирующего и делает цифры равными. На табло 5-5 от своего оппонента. Литин Голубев доводит и Кречетов здорово обрабатывает высокий мяч. А вот здесь не дотянуться. Никому из динамоцев съем. Кемеровчан 6-5. Вновь атака через центрального нападающего. На этот раз это Инал Таваси. Теперь нам лишь осталось дождаться подачи связующего. Денис Шенкель молодец. Из четвертой зоны досталась непростая атака Шенкелю. И Денис как-то слишком некрасиво, надо сказать, отреагировал. Почему-то как прям Скримов еще раз вводит мяч в игру. Специально в Пакшино вытаскивает его из атаки. Старается исключить Скримов для того, чтобы Кречетов пасовал Спарухову. Станет ли она еще более интересной. Греков в приеме. Сама мужа Денису атаковать. Делает наилучшим образом это капитан Динамо. И спешит на площадку Назар Метвиненко. Вопрос в том, какие есть ограничения. Почему Петкович так и не смог сегодня поучаствовать в игре. Но это вопрос и так. Уже на потом 13-14. Спаруха, Спарухов. Ошибается Спаруха, Спарухов. И ошибается он просто. Такой достойный ответ Денису Бирюкову и его подачи. Конечно, две последних подачи в этом матче. Это что-то с чем-то. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова